Архитектурное излишество в Нижнем Новгороде и в прошлом ролике мы собрали все возможные косяки городского благоустройства на одной единственной набережной. Но сейчас мы расскажем вам о чудесной улице, которая подходит к воде и где есть шанс обустроить приятное во всех отношениях пространство без вот этих лютых ошибок. Сразу за Нижневолжской набережной начинается улица Черниговская, которая раньше тоже была набережной и где сохранилось огромное количество исторических достопримечательностей. Первая часть Черниговской улицы это дома, которые раскрывают по всей дневность Нижнего Новгорода, как жили простые люди в 19-м, в начале 20-го века. Здесь сохранилось очень много домов, которые строил важнейший зодчий в истории Нижнего Новгорода Георг Кезеветтер. Дома с диким виноградом, увитые плющом и все это в такой одесской нетронутости. Здесь очень классно и очень домашнее. Кроме того, здесь можно провести реставрацию без излишнего фасадизма, сохранив он ту самую жизнь дворов с кошками, с преданиями, легендами, уютными подъездами. Атмосфера, за которой будут ехать туристы. Сразу же за чередой домов начинаются промышленные кварталы и нас встречает исполинское здание, мельницы, которая принадлежала в конце 19-го, в начале 20-го века торговому дому Емельян Башкиров с сыновьями. Это очень известный в Нижнем Новгороде род, который прославился и меценатством, и хорошим качеством муки. В советское время комбинат продолжил работу, построили очень крупный элеватор. К сожалению, с 2007 года производство остановилось, но это не значит, что жизнь предприятия закончилась. Прошли времена, когда промышленная архитектура нужна только руферам и любителям эффектных фотографий. Старина – это выгодно, старина – это эффективно. Тот город, который заботится о промышленной застройке, получает дополнительные очки в свою копилку, в копилку инвестиций. Он становится привлекательным не только для туристов, он становится привлекательным и для инвесторов. От Башкировской мельницы остались здания самых разных лет, от дореволюционных до советских. Там есть даже очень мощный эффектный зерновой причал. По всему миру с таких зданий сдувают пылинки. Здесь разместятся и магазинчики, и маленькие крафтовые ремесленные производства, и лофты, все что угодно. И есть козырь просто неопровержимый. Те города, в которых достаточное количество вот таких общественных пространств, не страдают от оттока молодежи. Им не нужна Москва, потому что с досуговой точки зрения здесь есть все. И спектакли, и концерты, и еще куча разных мероприятий. Черниговская улица имеет очень мощную историческую составляющую. Здание, которое находится за моей спиной, раньше было железнодорожным вокзалом. Ромодановский вокзал был построен в 1904 году, и первоначально жители Нижнего Новгорода ездили отсюда до Казани. Рельсы были проложены по берегу, закрыли вокзал только в 1974 году из-за частных оползней. Самое интересное, что направление Казанское осталось в топонимике, и вот этот странный пустырь, заставленный автомобилями, который сейчас вот иных функций не исполняет, именуется Казанской площадью. Современные подходы к охране наследия очень разнообразны. На примере вокзала мы видим, что назначение исторического здания совершенно не зависит от функций. Да, 70 лет это была железнодорожная станция, но потом она также успешно стала офисным пространством. Все смотрится безумно круто, и таких примеров должно быть больше. То же самое можно сделать со всей промышленной застройкой, которая сосредоточена вдоль Черниговской улицы. Завершающим аккордом всего ансамбля Набережной является здание водонапорной станции, контуры которого неожиданно возникают на горизонте, прячутся в лесу. Это удивительнейший объект, который даже в руинированном состоянии производит невероятное впечатление. Дело в том, что в Нижнем Новгороде всегда была проблема с тем, чтобы доставить воду из Волги в нагорную часть города. Здесь очень большой перепад высот. В 1880 году построили здание водонапорной станции, скинулись местные купцы, когда бизнес активно участвовал в создании городской инфраструктуры. И они, кстати, поставили обязательное условие. Горожанам вода должна доставляться бесплатно. И возникла курьезная ситуация. Из Англии доставили водоподъемные машины, но они не справлялись с таким перепадом высот. В итоге местные мастера допилили. И эта водонапорная станция, которая больше известна жителям как Куйбышевская водокачка, проработала, внимание, больше 100 лет. Аж до 1988 года. Потом пришли не лучшие времена. Здание хоть и поставили на охрану, но произошел пожар. Куда-то исчезли металлические балки. Сейчас эти стены пока еще держатся. Но если крыши нет, то через 5, 8, 10 лет, мы не можем, конечно, спрогнозировать точно, мы имеем все шансы потерять такой великолепный памятник промышленной архитектуры. Несмотря на то, что здесь довольно опасно, есть подземные резервуары, кирпичная кладка находится не в лучшем состоянии. Сюда каждый день приходят десятки фотографов. Это атмосферное место, которое любимо многими горожанами. На крепких стенах можно обнаружить первосортное граффити, которое оставляют местные художники. И если здесь есть такой вот поток, пусть и несколько диковатый, туристов, когда здание в полуразрушенном состоянии, сколько людей будет сюда приходить и нижегородцев, и туристов, если его привести в надлежащее состояние. Нужно срочно приводить это место в порядок в течение ближайших нескольких лет, потому что такие подлинные, настоящие места, где можно соприкоснуться с историей, еще стоит поискать. И Нижний Новгород, когда он обустроит Черниговскую набережную, получит замечательную вишенку на торте в виде водонапорной станции. Огромная территория от Казанской площади до Молитовского моста, улица Черниговская, фактически набережная, выключенная из жизни города. И причем растения и травы, которые здесь выросли совершенно случайно, никем не поддерживаются, выглядят гораздо разнообразнее, интереснее и честнее, чем те растения, которые мы с вами увидели на Нижневолжской набережной, и на которые, наверное, пошли многие-многие-многие тысячи рублей. И самое главное, это и есть полноценная набережная, потому что здесь есть спуск к воде, можно непосредственно с рекой пообщаться. Мы здесь в более солнечную погоду видели и девушку с книжкой, и людей с рыбалкой. То есть Нижневолжская набережная – это скорее такая вот смотровая площадка. Там причалы, а вода заперта в бетон, заперта в железо. Там никакого тактильного контакта не удастся. Вот здесь мы увидели, что прежнее благоустройство имеет очень большой запас прочности. Здесь на самом деле очень мало нужно вложений, чтобы вновь вернуть этой территории жизнь и значение. Здесь потрясающее количество деревьев. Уже фактически эта набережная существует, ее нужно немножко привести в порядок, и она станет прекрасным продолжением Нижневолжской. Мы очень много путешествуем по России и редко видели, чтобы потенциал прям так яростно вырывался наружу, когда у тебя соединяется исторический ландшафт, природная составляющая, и все это расширяло бы исторический центр и делало бы Нижний Новгород богаче во всех смыслах. Здесь можно сделать такую крутую набережную, что будут ехать туристы со всей России, а для нижегородцев это наверняка станет любимым местом отдыха, а не просто белым пятном между одним мостом и другим мостом. Здесь может сочетаться историческая застройка, первоклассная, как промышленная, так и жилая, парки, зеленая зона, возможность непосредственно выйти к воде. И мы на самом деле сторонние наблюдатели, у нас нет в руках рычагов управленческих решений. Но если нижегородские власти в ближайшие годы не займутся этой территорией, не сделают здесь что-то полноценное, наполненное смыслами, это будет крайне недальновидно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова